В прямом эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Цены на зерно в Башкортостане достигли максимальных значений за последние пять лет. По словам заместителя министра сельского хозяйства республики, зерновые культуры сегодня дорожают по всей стране. С одной стороны, высокая цена. Плюс для сельхозтоваропроизводителей. С другой порождает активный вывоз. Так, пшеница достигла 11 тысяч рублей за тонну. Рожь восьми. Ячмень подорожал больше всего до 16 тысяч рублей. По данным регионального Минсельхоза, за восемь месяцев зерна за пределы Башкортостана отгрузили в семь раз больше, чем за тот же период 2017-го. Экспорт превышает прошлогодний показатель в 11 раз. Высокая цена продержится до конца года, считают в аграрном ведомстве. А потом, наверное, на наш взгляд, все-таки включится государственный механизм регулирования цены. То есть это возможное и ограничение экспорта путем либо введения акцизов, либо введением пошлин. Вот есть у Российской Федерации интервенционное зерно, которое хранится в том числе и на территории Республики Башкортостан. Госрегулирование необходимо для стабилизации цены, поскольку стоимость сырья неименуемо влияет на конечную продукцию. Урожай зерновых в Минсельхозе прогнозируют на уровне средних значений более трех миллионов тонн. Уборка идет в штатном режиме. На новые проекты в области дорожного строительства в столице Республики в ближайшие пять лет планируют направить порядка пяти миллиардов рублей. В частности, речь идет о реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Закива-Леди и проспекта Салавата-Юлаева. Кроме того, готов проект реализации подземного перехода на монументе дружбы и реконструкции улицы Пугачева. Как заявили на оперативном совещании в мэрии, реализация данных проектов позволит кардинально изменить пропускную способность на дорогах города. Также специалисты представили проект моста через реку Белую, который выходит на улицу Интернациональную вблизи комплекса «Биатлон». И таким образом соединяет Затон и северную часть Уфы. Все, что вы видите, это все разработка 2007-2006 годов. Практически больше 10 лет мы ждали, когда будет принято стратегическое решение о строительстве этих объектов. Глава республики поддержал, экспертный совет поддержал. И поэтому на ближайшие 5-7 лет городу есть чем заниматься в вопросах строительства дорожной инфраструктуры. Задачи очень амбициозные. Хотя с точки зрения генерального плана нашего города, действующего, это составляет небольшую часть того, что надо сделать. Что касается нашумевшей новости о переходе мэра Уфы Ирика Елала в Совет Федерации, никакого официального подтверждения так и не озвучено. Однако, по информации издания «Коммерсант Уфа», заявление городоначальника о досрочной отставке направлено в Горсовет. Сессия, на которой должно быть удовлетворено это заявление, якобы пройдет 27 сентября. Отмечу, это не первое сообщение о грядущей отставке действующего мэра Уфы. Однако, еще раз повторю, официального подтверждения они не получали. В первом полугодии текущего года жители Республики Башкортостан стали на 23% чаще использовать банковские карты для безналичных платежей, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщают в Нацбанке Республики. Сумма потраченных денег безналичным способом увеличилась до 134 миллиардов рублей. Это 27% от общего объема потребительских расходов населения. Так, в сравнении с первым полугодием прошлого года количество терминалов для безналичных платежей увеличилось на 25%. Среднестатистические жители Башкирии в 4 раза чаще пользуются картой для покупок, чем для снятия наличных. Всего на 1 июля населению Республики выдали почти 6,5 миллионов банковских карт, десятая часть из которых – кредитные. В завершении выпуска о том, как торгуются акции республиканских компаний сегодня и ситуации на валютных рынках, на прямую связь со студией выходит ведущий специалист Роскомснабанка Юлия Гимаева. Юлия, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Кирилл. Во вторник на электронных торгах российский рубль продолжает укрепляться. К доллару США рубль отвоевывает 0,46% и продолжает торговаться по 67 рублей 75 копеек. Европейская валюта с оглядкой на доллар синхронно снижается на ту же величину и котируется в моменте по 79 рублей 15 копеек. Разговоры о санкциях несколько поутихли, что приободрило инвесторов на очередные победы. Фондовый рынок в рублевой оценке переписывает очередной исторический максимум. Так, индекс Мосбиржи вплотную подкрался к отметке 2400 пунктов, прибавляя по дню 0,74%. Индекс РТС в плюсе на 1,1% и оценивается рынком по 1110 пунктов. В то же время сохраняются спросы в акциях Башнефти. Обыкновенный выпуск прибавляет с открытия 0,15% и пользуется спросом по 2015 рублей. Привилегированный выпуск в плюсе на 0,35% и торгуется по 1750 рублей за акцию. На рынке нефти заявления представителей Саудовской Аравии о том, что их устроится на нефти выше 80 долларов, спровоцировали массовые покупки. Нефть Сорта Брент в первой половине вторника подрастает на 1,52% до отметки 79 долларов 5 центов. Нефть Сорта Лайт в плюсе на 1,44% и торгуется по 69 долларов 88 центов. Кирилл? Юлия, спасибо за актуальную информацию. Это была ведущая специалиста Роскомснабанка Юлия Гимаева. На этом у меня пока все. Оставайтесь с РБК.